Телеканал КРТ представляет Ролит за низкий рост Хотя, как по мне, 173 сантиметра Вполне-таки средний Особенно, если оргия уже состоялась Вполне удовлетворив Краткосрочные желания Обещающие Вот так Ну, а тем временем Дональд Трамп продолжает охоту на ведьм Неисповедимы пути героев И их головных уборов На земле обетованной Внимательный зритель, знакомый с крайне Мерзким характером ведущего программы Освобождал бы от уплаты налогов Израильтян, вернувшихся на родину Из-за границ Как бы то ни было В перерывах между заседаниями Кабмина И предвыборной агитацией Парламентские выборы в Израиле Все больше походят на хрестоматийный русский бунт Давайте я по новой запишу Я скажу добрый день Добрый день, дорогие друзья В эфире очередная программа Международная панорама И ее ведущий Дмитрий Джангиров В качестве эпиграфа для первого сюжета Я решил взять страницу 294 Из отчета Кабинета министров Украины В разделе Дальнейшие запланированные действия Среди прочего Наше правительство планирует Цитата Обеспечение практической имплементации Положение закона США От 2017 года Противодействия противникам Америки Посредством санкций А также Исполнительных распоряжений президента США Номера 13660 13661 13661 13662 13662 13662 В части сохранения санкционного давления На Российскую Федерацию Кому-то может показаться Что я хочу обратить внимание Широкой общественности На то, что в своем официальном документе Украинский Кабмин берет на себя обязательство Имплементировать Имплементировать То есть внедрить в украинское законодательство Нормы американских законов И указов президента США А вот и нет В чем смысл обращать внимание на то Что никого не удивляет А обратить внимание я хочу на то Что без всякой имплементации Еще не принятых американских законов И исполнительных распоряжений Украинская власть уже активно участвует В имплементации пока что Не существующих американских санкций Против Китая В предыдущей международной панораме Я ссылался на материал в Форбсе От 17 февраля Под названием Украина при помощи США Готовится отказать Китаю В заключении сделки В области авиастроения Речь шла о том Что официальные лица США Минимум 4 раза встречались С руководителем Антимонопольного комитета Украины С требованием заблокировать сделку По продаже Моторсич Китайской компании Кроме того Сильнейшее давление Оказывалось и по другим направлениям Включая личное обращение Госсекретаря США Майка Помпео К президенту Украины Владимиру Зеленскому Во время визита в Киев 30 января сего года А сегодня Мы обращаем ваше внимание На журналистское расследование На портале Басфид Ньюз С многообещающим заголовком Украина попала в очередную битву за власть Но на этот раз Это не Трамп против Байдена А Трамп против Китая И интригующим подзаголовком Имеется потенциальный покупатель Из США Готовый купить Производителя военных реактивных двигателей Моторсич Со ссылкой на Осведомленного украинского чиновника Басфид Ньюз Утверждает Что в марте Ожидается окончательное решение Антимонопольного комитета Украины Отменить продажу Моторсич Компании Пекин Sky Reason Aviation По мнению издания Такое решение Стало бы Кульминацией Интенсивной Дипломатической Компании Во главе с Бывшим Советником Президента США Дональда Трампа По национальной безопасности Джоном Болтоном Который работал над тем Чтобы держать Передовые оборонные технологии Подальше от Китая Кроме того Автор материала Прозрачно намекает Что президент Украины Владимир Зеленский Стремится Восстановить связи с Трампом После всех скандалов Связанных с импичментом Которые Вносили напряжение В отношения Ну а Главным фактом Или как минимум Вполне Достоверным предположением Журналиста Базфид Ньюз Является Конкретная Компания Которую Администрация Трампа Настоятельно Рекомендует В качестве Потенциального Покупателя Это Орайл Кэпитал Групп Которая Якобы Имеет Десятилетний опыт Работы В авиационной Отрасли Управляющий Партнер Орайл Кэпитал Групп Хусейн Мусави В беседе Журналистом Базфид Ньюз Без тени сомнения Подтвердил Что ему Помогают Чиновники Госдепартамента США И Американского Посольства В Киеве В вопросе Покупки Контрольного Пакета Мотор Сич Чем больше Я смотрю На украинскую Компанию Тем больше Убеждаюсь Это жемчужина Заявил Мусави Внимательный Зритель Знакомый С крайне Мерзким Характером Ведущего Программы Несомненно Обратил Внимание На вставленное Якобы По поводу Десятилетнего Опыта Работы Компании Орайл Кэпитал Групп В авиационной Отрасли Дело в том Что эта компания Уже пыталась Зайти на украинский Рынок Военных Технологий В ноябре 2017 Года Все Лояльные Властям И Укроборонпрому Эпохи Порошенко Гладковского Украинские СМИ Радостно Сообщали О 150 Миллионах Долларов Инвестиций Которые Это самая Орайл Кэпитал Групп Во главе С тем же Самым Мусави Собирается Инвестировать В Харьковское Государственное Авиационное Производственное Предприятие Для возобновление Серийного Изготовление Самолетов Ан-74 Соответствующие Договоренности Были достигнуты Во время Международной Выставки Дубай Аэршоу 2017 Сообщила Пресс-служба Окр Оборонпрома Более Критически Настроенные СМИ Мгновенно Пробили Что Арайл Кэпитал Групп Была Зарегистрирована Лишь 28 Июня 2017 Года И Является Американским Офшором В юрисдикции Штата Делавер Как обычно Тысячи восторженных Слов Не устояли Против одного Мелкого Факта И как вы Догадываетесь Никаких Инвестиций Сделано Не было Столь же Несложно Догадаться Что и на этот Раз Те же И там же Присутствуют Исключительно Для того Чтобы дать Дополнительный Повод Украинской Власти Отказать Китайской Компании Мол У нас Появился Покупатель Без вашего Коронавируса Ну А состоится Ли потом После разрыва Сделки С Пекин Скайризон Эвиэйшн Покупка Моторсич Американской Офшоркой Наиболее Точным Здесь будет Самый Банальный Ответ Обещать Не значит Жениться Особенно Если Оргия Уже Состоялась Вполне Удовлетворив Краткосрочные Желания Обещающего Переходя От частного К общему Обратим Ваше Внимание На следующий Факт Министерство Юстиции США Назначило Ричарда Донухью Специальным Прокурором Который Уполномочен Рассматривать Любые Вопросы Касающиеся Украины CNN Утверждает Что это Назначение Потенциально Предоставляет Генеральному Прокурору США Уильяму Барру Больше Возможностей Отслеживать Расследования Которые Могут Быть Цитата Политически Болезненными Для Власти Пока Непонятно Какие Именно Дела Попадут Под Компетенцию Донухью Но Теперь Любые Вопросы Касающиеся Украины Должны Должны Быть Направлены В Офис Донухью Для Расследования И Надлежащего Рассмотрения Кроме Того Он Имеет Право Начать Новые Расследования Или Отрабатывать Уже Начатые Расширяя Их Донухью Уже Занимается Некоторыми Вопросами Связанными С Украиной Многозначительно Сообщил Заместитель Генерального Прокурора Джеффри Розен Как мы знаем В последнее время Американцы Склонны К наиболее Широкой И главное Экстерриториальной Трактовке Полномочий Своих Правоохранительных И следственных Органов А это значит Что Донухью Сможет Расследовать Очень широкий Спектр Вопросов От Участия Байдена И Ко В Майдане 2013-14 Годов И украинской Коррупции Заканчивая Сомнительной Деятельностью Посольства США В Киеве И его Непрозрачными Связями С украинской Властью Впрочем Специальный Прокурор По Украине Сможет Заниматься Фактами Коррупции Украинских Чиновников Для этого Достаточно Лишь Гипотетическое Отношение Этой Деятельности К Соединенным Штатам Об этом И иных Аспектах Украина Американского Прости господи Стратегического Партнерства Мы поговорим С политическим Экспертом Андреем Золотаревым Добрый день Андрей Итак Вместо Ожидаемых Посла И спецпредставителя По Украине Вашингтон Назначает Специального Прокурора Ричарда Донахю Кому Теперь Стоять Бояться Это знак Это знак Прежде всего Того Что Теперь Украинские Дела Будут Все Что Касается Украины Все Волновные Дела Все Расследования Попадают К нему На стол Если Мюллер Был прокурором Расследующим То этот Будет Прокурором Надзорным Наверняка Он Столкнется С потоком Информации Из Украины Возможно Будут Очень интересные Повороты Сюжета И То Что Сегодня Выглядит Достаточно Аморфно И неопределенно Действительно Нет бюджета Нет Четы Спецпрокурора Да Американцы На это Обращают Внимание У Мюллера С этим Все Было Хорошо То есть По сути Он мог Бросить На Бросил На Расследование Якобы Российского Вмешательства В американские Выборы Достаточно Мощные Силы Другое Дело Что Результат Оказался Равен Мюллер Как человек Чести Собственно Это признал И ушел Отставку А вот Здесь Все Может Обернуться Спустя Некоторое Время Мы можем Увидеть Полномочия Могут И прийти К ним И возможности Еще Одна тема Немало Взволновавшая Украинскую Общественность Заявление Дональда Трампа По поводу Украинско-российского Конфликта Отвечая На вопрос Журналиста Дональд Трамп Заявил Цитата Если бы Украина И Россия Смогли Выработать Некое Соглашение По которому Они бы Поладили То мне Кажется Это было бы Очень хорошо Конец Трамп Заявил Что Украина И Россия За последние Месяцы Достигли Большого Прогресса В двухсторонних Отношениях Однако После этого Наступила Длительная Пауза В оценках Со стороны Президента США Связанная С процедурой Импичмента По украинскому Вопросу Итак Какой Месседж На сей раз Посылает Нам Дональд Федорович Возможно Это месседж Даже Российской Сторон Собственно Господин Трамп Прежде всего Бизнесмен Украина Превратилась Для него Он Изоляционист Для него Прежде всего Важны Американские Проблемы Американская Экономика То есть У него Нет тех Глобальных Амбиций Как у Неоконсервативного Демократической Партии И вот В этом Контексте Украина Которая Является Постоянным Источником Неприятностей И проблем С одной С другой С другой У него Нет Столь Скажем Так Вовлеченной В украинские Дела Команды И разбирающиеся В украинских Делах И возможно Вот такой Пас Российской Стороне О том Что мы Готовы Договариваться Мы готовы Договариваться То есть Приношение К такому Торгу А украинской Стороне Ну Собственно Это ваши Проблемы Совершенно Четко Вот То есть Да Мы Как говорится От вас Не отрекаемся Но Скажем Так Наша помощь И поддержка Будут носить Совершенно Четко Ограниченные Харки Благодарю Вас Это был Политический Эксперт Андрей Золотарев Ну А тем временем Дональд Трамп Продолжает Охоту На ведьм А точнее На тех Ведьм Которые Ранее Неудачно Поохотились На него Как сообщило Издание Аксиос Глава Президентской Канцелярии США Джонни Маккенти Занялся составлением Списка чиновников Нелояльных Президенту Трампу Издание Со ссылкой На три Источника Сообщило Что тех Кто является Противником Президента США Дональда Трампа Не будут Повышать По службе А крупных Кадровых Изменений Стоит Ждать Уже После Президентских Выборов В ноябре Текущего Года В частности Это означает Радикальное Кадровое Обновление Украинского Направления В случае Повторной Победы Трампа Впрочем Под угрозой Также Карьера Свежеиспеченного Американского Посла В Москве Джона Салливана Который Как стало известно Попал В упомянутый Выше Черный Список Что же Касается Возможного Переизбрания Дональда Трампа На второй Срок То в эту Победу Сегодня Верит Не только Команда Трампа Но и Рядовые Американцы Согласно Опросу Телеканала CBS И Исследовательской Службы ЮГАВ 65% Зарегистрированных Американских Избирателей Считают Что Трамп Определенно Или Вероятно Выиграет Среди Республиканцев Уверенность В победе Высказали Более 90% Опрошенных Среди Демократов Тех Кто заранее Смирился С поражением Более Третьи Самое Интересное Что меньше Половины Демократов 49% Считают Что Трампа Сможет Победить Байден Еще меньше 45% Верят Что Трампа Сумеет Обойти Сандерс Ну а пока В разогревочной Стадии Демократических Праймерис Наиболее Успешно Выступает Берни Сандерс На его Блестящую Победу В Неваде Дональд Трамп Отозвался Твитом В своем Неповторимом Стиле Цитата Похоже У безумного Берни Хорошо Идут Дела В Великом Штате Невада Байден И остальные Выглядят Слабаками И уже Никак Мини Майк Не сможет Восстановить Свою Кампанию После худшего Выступления В истории Президентских Дебатов Поздравляю Берни И не позволяем Забрать Это у тебя Необходимо Пояснить Что Мини Майк Это Майк Блумберг Которого Трамп Троллит За низкий Рост Хотя Как по мне 173 Сантиметра Вполне Таки Средний Впрочем Действительно По отзывам Ключевых Американских СМИ Миллиардер Майк Блумберг Проиграл Последние Дебаты Среди Кандидатов Демократов Что называется Вдребезги В то же время Блумберг Не участвует В праймарис И кокусах В первых Четырех Штатах Сделав ставку На супервторник 3 марта Когда сторонники Демократов Распределят Сразу Треть мандатов На предвыборный Съезд Поэтому Эффективность Уже потраченных Им Четырех сотен Миллионов Долларов Пока неизвестна Усредненная Социология На данный момент Отводит ему Третье место В гонке Демократов С отставанием От Байдена В пределах Статистической Погрешности В то же время Сандерс Опережает Байдена По различным Исследованиям На 10-15% Что же касается Букмекерских Контор То ставку На победу В демократической Номинации Сандерса Делаются В диапазоне От 1 к 2 До 3 К 5 На Блумберга От 1 к 5 До 1 к 4 На Байдена От 1 к 10 До 1 к 8 Впрочем Байден Еще рассчитывает Переломить Неудачный Старт Победа В Южной Каролине 29 февраля Что возможно Взбодрит Его сторонников Накануне Супер Вторника Ну и что за выборы Без компромата Так Тимо Брайан Старший советник Президентской Компании Майкла Блумберга Раскопал В старых номерах Газеты Вермонт Фримент Эссе Молодого Сандерса 1972 года В котором Тот утверждал Что женщины Мечтают Быть изнасилованными А детям В раннем возрасте Нужно бегать Галышом Со сверстниками И трогать Друг друга За гениталии Чтобы в будущих У них не было Интереса К порнографии Ну Что касается Второго тезиса То нынешний Либеральный Сторонник Демократов Даже не поймет В чем тут компромат А вот что касается Тайных мечтаний Женщин Особенно на фоне Суда Над Харви Вайнштейном То здесь Противники Берни Надеются Создать ему Проблемы Хотя сомнительно Чтобы графомания Полувековой давности Реально повлияла На нынешний Выбор Американцев Впрочем На этой неделе Досталось И миллиардеру Блумбергу Телеканал Fox News Раскопал Аудиозапись 2011 года В которой Тогдашний Мэр Нью-Йорка Заявил Примерно Следующее Если полиции Нужна ориентировка На типичного Убийцу Или его Жертву Достаточно Отксерокопировать Описание Афро Либо Латиноамериканца В возрасте От 16 До 25 Лет И это Действительно Серьезно Голоса Афро И латиноамериканцев Имеют Решающее Значение Для победы На демократических Праймерис Во время Следующего выпуска Международной Панорамы Мы уже будем Знать Предварительные Результаты Супер-вторника И сможем Сделать первые Реальные Прогнозы От соперники Дональда Трампа От Дем Партии Парламентские Выборы В Израиле Все больше Походят На хрестоматийный Русский Бунт В смысле Их Бессмысленности И беспощадности Напомним Что это уже Третий Подряд Досрочные Выборы На земле Обетованной Причиной Чему Неспособность Израильских Политиков Создать Правящую Коалицию В Кнессете Хоть Большинство Что традиционно Хоть Меньшинство Что допустимо Разумеется Неспособность Израильских Политиков Договориться Между собой Особенно В условиях Внешнеполитической Нестабильности Несколько Противоречит Отдельным Нашим Стереотипам Но С другой Стороны Оказывается Что у наших Политиков С израильскими Немало Общего Например Непреодолимость Силы Личных Обид Принцип Цель Оправдывает Средства Отношение К электорату Как к Одноразовому Народу Ну И элементарная Дихотомия Для нынешнего Премьера Нетаньяху Либо Остаться В должности Либо Отправиться На нары Лет на 5-10 Что предполагают Обведение В коррупции В его адрес Мне Впрочем По нашим меркам Премьеру Инкриминируют Разные мелочи Так он Якобы Договорился С издателем Национальной Ежедневной Газеты Идиот Ахранот Чтобы Та освещала Деятельность Правительства В позитивном Ключе В обмен На давление На конкурентов Газет Во втором Случае Премьера Нетаньяху Подозревают В получении Подарков На сумму Не менее Миллиона Шекелей Почти 300 тысяч Долларов От голливудского Магната И продюсера Арнона Милчила При этом Оппоненты Нетаньяху Впадают В какую-то Местечковую Мелочность Ибо Значительная Часть Подарков Элитные Сигары И шампанское Что якобы Было Платой Милчина За помощь В получении Американской Визы Хочу напомнить Что Арнон Милчин Выступал Продюсером 130 Голливудских Фильмов В числе Которых Легендарные Однажды В Америке Адвокат Дьявола Бойцовский Клуб Исчезнувшая Игра на Понижение Выживший При его Доходах Подарки Нетаньяху Не выглядят Столь уж Дорогими Впрочем Следователи Утверждают Что после Получения Подарков Нетаньяху Стал активно Продвигать Так называемый Закон Милчина Который На 10 лет Освобождал бы От уплаты Налогов Израильтян Вернувшихся На родину Из-за границы Кроме того Полиция Также подозревает Премьера В мошенничестве И нарушении Своих Обязательств В деле С австралийским Миллиардером Джеймсом Пекером Который Также Дарил Подарки Премьер-министру И его жене Саре В обмен На некие Услуги Как бы то ни было В перерывах Между заседаниями Кабмина И предвыборной Агитацией Нетаньяху Сходил на допросы Уже с десяток Раз Опросы Общественного Мнения Показали Что буквально Накануне Выборов В Кнесет Возможный Расклад Мандатов После третьих Досрочных Выборов Практически Не отличается От актуального После вторых Досрочных Что создает Угрозу Четвертых Выборов В 120 местном Кнесете Оппозиционный Блок Кахоль-Лаван Может получить 35 мандатов Вместо Нынешних 33 Али Кут Нетаньяху 33 мандата Вместо 31 Пока что Нерукоподаваемый В среде Основных Израильских Партий Объединенный Арабский Список Сохраняет Третье место И 13 12 мандатов Далее В диапазоне От 7 До 9 Мандатов Находятся Более Мелкие Партии Из которых Левые Готовы К объединению С Кахоль-Лаван А праворелигиозные С Ликудом По итогу Праворелигиозные Партии Во главе С Ликуд Могут Вновь Претендовать На 56 Мандатов А левоцентристы И левые Сионисты Во главе С Кахоль-Лаван На 44 Мандата Впрочем Здесь имеются Нюансы Во-первых Нитаньяху В числе которых Не только Израильские Но и Американские Политики Из числа Демократов И Сарасят Существует Настолько Высокий Запрос На его Смещение Что рассматривается Даже Союз И так Весьма Пестрого Условно Левого Блока С объединенным Арабским Списком Предполагается Что при Определенных Условиях Депутаты От этого Списка Поддержат Создание Правительства Во главе С лидером Кахоль-Лаван В него не войдут И это Недосужие Домыслы Во время Встречи С президентом Израиля Реувеном Ривлиным После предыдущих Выборов Лидеры Объединенного Арабского Списка Заявили О теоретической Возможности Такого Альянса Однако Даже Вместе С арабами Кахоль-Лаван И левые Имеют Максимум 57 мандатов При необходимых 61 Не говоря О том Что Несколько Депутатов От арабского Списка Могут Отказаться Голосовать За премьера От Кахоль-Лаван Во-вторых В несколько Странном Положении Оказался Авикдор Либерман С его партией Наш Дом Израиль Во многом Ориентированный На постсоветских И восточноевропейских Переселенцев Так называемую Большую Алию НДИ Скорее всего Получит 7-8 мандатов Сейчас 8 Но Теоретическое Обладание Золотой акции Пока никак Не материализуется В создании Коалиции Дело в том Обрасывать возможность Создания Большой коалиции Между Ликудом И Кахоль-Лаваном Тем более Что оба лидера И пример Нетаньяху И его потенциальный Сменщик Ганс Вместе Ездили к Дональду Трампу На представление Президентом США Сделки Века По примирению Израиля И Палестины Однако Основные партии Все еще надеются Переломить Патовую Электоральную Ситуацию Применяя Неординарные Ходы Лидер Кахоль-Лаван Бенни Ганс В попытке Отколоть Голоса От Наш Дом Израиль Обратился К русскоязычным Избирателям В Тель-Авиве Со словами Добрый вечер Правда Признавшись Что тренировал Эту фразу Пару часов Его соратник Ейр Лапид Пошел еще дальше Добрый вечер Кто тут говорит По-русски Ввиду Отсутствия Языковых Инспекторов Встреча Прошла Без конфликтов Однако Нетаньяху Похоже Превзошел Своих конкурентов Начав Агитационную Компанию Направленную На арабское Население Видео Показывает Как арабские Депутаты Пьют кофе Играют в шахматы Покупают продукты Текст на арабском языке Гласит Что сделал Объединенный список Ничего Пока правительство Ликуда Не выделило 15 миллиардов Шекелей На развитие Арабских территорий Строительство 18 полицейских Участков Удвоение Числа Арабских Студентов В израильских Университетах И интеграции Арабских Рабочих В мире Впрочем Лидер Объединенного Арабского списка Айман Уде Не стал лезть За словом В карман Зевью Есть только Один политик Который собирается Получить много Свободного времени Для игры В нарды И это Подсудимый Бенемин Натаньяху Премьер-министр Также дал Интервью Крупнейшему Израильскому Интернет-сайту На арабском Языке Панет Где пытался Разъяснить Выгоду Арабского Населения От сделки Века Предложенной Трампом Ну А для базового Правоконсервативного Электората Предвыборный Штаб Ликуда Выпустил Листовку С историческим Снимком Водружения Нарисованного Чернилами Израильского Флага Над взятым Штурмом 10 марта 1949 года Эйлатом И здесь Произошел Очередной Из многих Скандалов Данной Избирательной Компании Который Возможно Разрушит Некоторые Шаблоны И стереотипы В отношении Израиля На вполне Реального Исторического Персонажа Авраама Адана Командира Батальона Ворвавшегося В Айлат Пропагандисты Ликуда В фотошопе Напялили Вязаную Кипу Символ Религиозного Сионизма Внук Бывшего Израильского Комбата Омри Дор Разместил В соцсетях Возмущенный Пост По этому Поводу Цитата Ликуд Использовал Историческое Фото И приклеил Моему деду Кипу На голову Всю жизнь Мой дед Голосовал За Аводу И Мерец Ликуд Решил Продемонстрировать Как он Гордится Религиозными Сионистами Но подходящей Фотографии В архиве Не нашлось Что же делать Взяли Легендарный Снимок С чернильным Флагом На котором Изображены Бойцы Кибуцники Состоявшие Ранее В Палмахе И голосовавшие Всю жизнь За левые партии Им Добавили Кипы В фоторедакторе Мой дед Водрузивший Флаг Над Эйлатом Наверняка Переворачивается От смеха В могиле Конец цитаты И хотя Из одной Этой реплики Картина становится Вполне ясной Однако На самом деле Контекст Всей этой истории Намного глубже Во-первых Внук героя Первой Арабо-Израильской Войны Скромно умалчивает Что его дед Изначально Поддерживал Предшественника Лево-сионистской Партии Мерец Марксиско-Ленинскую Мапам Первую партию Израиля От которой В Кнессет Прошел Арабский Депутат Во-вторых Упомянутый Выше Палмах Что является Акронимом От словосочетания Ударные роты Объединявший Социалистов Сионистов В ходе Операции Сезон В конце 1944 В начале 1945 Года Разгромил Отряды Иргун Ультрасионистов Во главе С Минахином Бегиным Будущим Премьер-министром Израиля Стоявшим У истоков Создание Блока Ликут В 1973 Году И сформировавшим В 1977 Году Первое правое Несоциалистическое Правительство Израиля Вот так Неисповедимы Пути героев И их головных Уборов На земле Обетованной Более глубоко Обсудить ситуацию С очередными Внеочередными Парламентскими Выборами В Израиле Мы сможем Благодаря Директору Украинско-израильского Института Стратегических Исследований Имени Голды Мейер Альберту Фельдман Альберт Мы видим Несколько Странную Ситуацию В каком Смысле Фактически Электоральная Картина Одна и та же Даже откровенно Ну читая Аналитику Израильскую Рассуждают Их эксперты О борьбе За один Два И даже Называют Как полтора Мандата Видимо Подразумевая Какие-то Особенности Перераспределения Голосов Ну смысл Не проще Ли договориться Тем более Мы знаем Что Как минимум Две или три Даже больших Коалиций Когда противостоящие С одной стороны Ликут С другой Когда-то А вода Потом Другие Левые партии Договаривались И создавали Правительство Первые два года Один лидер Пример Вторые два года Другой лидер Тут Дело в том Что Особенности Политической системы Израиля Таковы Что Общество Разделилось Практически Пополам На две Составляющие Внутри которых Есть Как матрешка Свои Идеи Свои Направляющие И Тут самое главное О чем нужно Говорить Это о том Почему Не может Объединиться Коалиция Потому что Как раз Все Может Привести К тому Что Такая Коалиция Должна была Сложиться Еще после Первых Выборов Но И после Первых Выборов Она не Сложилась А это Уже Напоминаю Нашим телезрителям Третьи Выборы В этом Году Которые Опять же Ни к чему Скорее всего Не приведут Как вы правильно Отметили И Это Связано В первую очередь С тем Что Внутри Правого Лагеря Которое По всей Вероятности Имеет Очевидное Большинство Сложилась Удивительная Коалиция Антирелигиозных И Прорелигиозных Сил И Антирелигиозные Силы То есть Те которые Выступают Резко Против Ультраортодоксов Израильских То есть Вот этих Самых Людей Которые Пытаются Привести Израиль К Ну такому Жесткому Иудея Ориентированному Государству А как мы знаем Русскоязычные Например Избиратели Русскоязычные Граждане Израиля Они довольно Антиклирикальные Антирелигиозные И И Исходя из этого У них есть Большое желание Поставить на место Вот этих самых Религиозных Их нельзя Назвать Даже Ну Как проще Слово Одно Которое Я не хочу Произносить Но Вот Этих Представителей Религиозных Партий Которые Исповедуют Правую Так же Как и Русскоязычные Израильтяне Правую Идеологию Внутри Них Существует Между ними Существует Жесткий Конфликт И вот Поэтому Если бы Мы сейчас Взяли И сложили Просто Правых Ультраправых И Религиозных Было бы четкое Большинство И это Четкое Большинство Привело бы К тому Что Как это На протяжении Уже последних 15 лет Происходит Такой Социально Левый Блок Он не Социалистический Он социально Ориентированный И одновременно Левый Потому что На самом деле Левая идеология Та Которая Призывала К миру Она Находится В состоянии Ну Очень Миноритарном Да То есть Это Буквально Отдельные Там 10-12 Мандатов И вот В итоге Так Получается Что От этого Правого Блока Откололась Группа Которая В основном Представлена Партией Наш Дом Израиля Виктор Либерман Выходец Из Молдовы Вокруг Которого Группируются Русскоязычные Израильтяне Антиклирикальные И Антиклирикально Настроенные И часть Умеренно И среднеправых Ивритноязычных Израильтян И вот Именно Этот Пакет Голосов Именно Этот блок 8 или 7 Мандатов Или может быть 9 мандатов У него будет Является Определяющим А он Жестко Настаивает На Правительство Национального Единства Подразумевая При этом Что Правительство Национального Единства Должен возглавить Лидер Который Получает Большинство Сейчас Ситуация Еще более Осложнилась На самом деле На этих Вопросах Потому что Опросы Показывают Равное Количество Голосов Между Кохоль-Лаван И Ликудом То есть Между двумя Противоборствующими Крупными Партиями Поэтому Ситуация Окончательно Запуталась И Абсолютно Очевидно Что Либо Будут Четвертые Выборы Либо Будет Правительство Национального Единства И Правительство Национального Единства В нем Нужно Решить Только Один Вопрос Кто Будет Премьер Министром Это Будет Бенни Ганс Лидер Кохоль-Лаван Или Это Будет Би-Би-Ни-Таньягу Би-Ни-Ми-Ни-Таньягу Против Которого Есть Очень Серьезные Проблемы Связанные С его Уголовным Преследованием О чем Вы Также Говорили И Который Истерично Абсолютно Цепляется За власть Альберт Для меня Несколько Какой вопрос Я понимаю Что Можно Правые Могут Быть Разными Правые Могут Выступать За Разные Формы Национальной Идентичности И государства Но Всегда Правые Которые Мы Привыкли Ну В мире Они Всегда У них Есть четкий Ответ Кто Должен Родину Защищать Ну То есть Вот Мы И Будем Родину Защищать Вот Эти Ультрарелигиозные Группы Выступают Против Того Чтобы Учащиеся А это Молодые Здоровые Люди Извит Чтобы Учащиеся Религиозных Школ служили в армии Добровольно Да Но Без Обязательного Порядка Так Какую Вы Идентичность Тогда Отстаиваете Ну Если Вокруг Скажем Так Может Не все Враги Но Недоброжелатели Мягко Говоря Хватает На Границе Сирии Фактически Идет Война И там Есть силы Враждебные В том числе Израилю Как В чем Здесь Государство Образующая Идея Не Служить В армии Понимаете Израиль Это Секторальное Общество И Для Большинства Сначала Собственный Сектор Религиозный Русскоязычный Или Израильские Арабы Или Светские Израильтяне А потом Уже Государство Так Сложилось Так Исторически Сложилось И Поэтому Ультраортодоксы Они Отстаивают В первую очередь Право Своего сектора На существование Внутри Израиля Точно Так же Делают Арабы И Примерно Так же Они Просто Гораздо Более Разрознены Делают Русскоязычные Израильтяне В тот Момент Когда Учащийся Ишивы Не идет В Ишивы А призывается В армию Есть Очень большой Шанс Для сектора Его потерять Он В итоге Станет Светским Израильтянином Ну Есть такая Вероятность Может и не Стать Но Есть очень Высокая Вероятность Что он Захочет Учиться дальше Остаться в армии Создать семью Не совсем так Как это принято У ультра-ортодоксов И в итоге Община Сектор Ультра-ортодоксов Будет уменьшаться Извините Хотел бы Простить А во время Отпуска в армии На танцы Начнет ходить С менее религиозными Да А дальше Это перейдет А дальше Понятно Ну вот Собственно Это и основная угроза То есть Очень важно Удержать Внутри Своего Собственно Самопостроенного Гетто Ультра-ортодоксального Молодого человека Ну тогда Посмотрите Тогда Скажем Ну Не вмешиваясь Абсолютно Как там Они Как-то Оттуда виднее Но тогда Есть логика Авикдора Либермана И нашего Дума Израиля Которые Говорят Так как Вы хотите Чтоб мы За вас Защищали То государство Которое Вы видите А мы его Видим Несколько иначе Ну понимаете Израильский Израильский Сектор Который Считается Религиозным Ультра-религиозным Он никогда Этого особо Не стеснялся Он говорил Создано государство Оно является Еврейским По сути Но Религиозно Оно не еврейское Мы в нем живем Как Обычный В обычном государстве Оно не создано По законам Торы Его не Создал Господь Его создали люди Поэтому мы в нем Просто живем Вы сюда пришли Вы создали здесь Еврейское государство Которое назвали Израилем Дайте нам Возможность Жить в нем Так же Как мы жили бы В другом Любом Светском Государстве Подводя итоги Хочу сказать Что приходит На ум Фразу Ее приписывает Голдемер Что я здесь Имею дело Не со 120 депутатами Кнеста А со 120 Кандидатами В премьер Так и есть Это не меняется Кстати И это не меняется Ну хоть что-то Должно быть Стабильное На земле Обетованное Благодарю вас Спасибо большое За комментарии Это был Альберт Фельдман Основатель Украинско-израильского Института Стратегических Исследований Имени Голдемер В то же время На многострадальной Сирийской земле Продолжается Война Очередной этап Который Можно с полной Ответственностью Назвать Турецким Судя по всему Для Турции Стало неожиданностью То С какой быстротой Дамаску Удалось овладеть Рядом ключевых городов И что самое важное Деблокировать Трассу М5 Соединяющую Два крупнейших Города Сирии Алеппо И Дамаск В ответ Турция Наращивает Военное присутствие В провинции Идлиб И если Это название Международные Корреспонденты И аналитики Уже выучили То теперь Им приходится Заучивать Название Ключевого Поселка Нейраб Контроль над Которым Открывает Путь Сирийской Армии На Сармин И далее На город Идлиб Здесь уже Неделя идут Кровопролитные Бои В которых Турция Открывает Су-24 Если Писанных В сентября В сентябре 2018 Года Попытки России Турции Разрешить Кризис Дипломатически Пока Ничего Не дают Три Раунда Переговоров Спецпредставителей По Сирии 8, 10 и 18 12 февраля Не завершились Подписанием Новых Договоренностей По Идлибу 4 и 12 февраля Президенты России Турции Обсудили По телефону Обострение Ситуации В Идлибе И подтвердили Приверженность Соглашению О 2018 Года 18 февраля В Москву Приезжал Министр Иностранных Дел Турции Мевлю Тачавушаглу Который Заявил О возможности Очередной Встречи На высшем Уровне По проблеме Идлиба Очередной Телефонный Разговор Эрдогана С Путиным Прошел 22 февраля И он Не привел К деэскалации При этом На северо-востоке Сирии Продолжают Действовать Совместные Российско-турецкие Патрули А значит Сохраняется Шанс На разрядку Более Подробно Ситуации В Сирии И подготовке Возможного Саммита В составе Лидеров Турции России Франции И Германии Мы поговорим С главным Редактором Дипломатических Комментариев Аурахом Рамданом Добрый день Аурах Добрый день Дмитрий Первый вопрос У меня Связан С тем Что когда Аналитики Говорят Про Турецко-сирийский Конфликт Про Противостояние Турецкой Армии Турецких Прокси Сирийской Армией Возникает Вопрос Ведь Цели Турции Достаточно Ограничены Ведь Для них Главная Задача Это все-таки Создать Коридор Безопасности Или зону Безопасности Против Курдов Почему Дошло До Столкновения Сирийской Армией Почему Дошло До Такого Открытого Конфликта Где Фактически Фронтальное Столкновение Двух Армий Произошло На самом деле Если прослеживать Или посмотреть На события Вевраля Месяца Текущего Месяца Мы видим Что это Проксивойна Контактная Война Между Россией И Турцией В провинции Эдлиб Она связана С ситуативными Интересами Которые появились Это Которые Параллельны Идут С Ливийским Кризисом Идет Очень Такая Сугубо Прагматичная И Высказал Даже Коммерческая Такая Вот Борьба Новая Российская Империя В лице Путинской России Как говорят Поэтому В этом плане Имперские Амбиции Двух лидеров Они уже Начали Реализовываться Именно в этом Конфликте Вот почему Мы видим Я бы сказал С первого взгляда Какие-то Логичные Какие-то Очень Не Соизмеримые С Локальными Конфликтами Их Классические Интерпретации Как должны Проходить Именно Когда Началась Турецкая Компания В Ливии На уровне Высадки Специалистов Войск Ограниченных Но В качестве Консультантов Для Правительства Сараджа Да Это в Триполи Почему Потому что Турция Заинтересована Именно Заинтересована Обеспечит Свою Энергетическую Безопасность Даже Почему Потому что Она хочет Иметь Какие-то Активы Какую-то Долю Нефтяные И газовые И не только В ливийском Как говорят В арабском языке Турции Да Вот так Такая вот И поэтому В этом плане Поэтому Турция Она уже Идет Давит Идлибский Фронт Для того Чтобы получить Какие-то Уступки От Координации России Российской Координации В лице Египта Эмиратов Франции Естественно За этим Еще стоит Соединенные Штаты Америки Казалось бы Соединенные Штаты Америки В классической Формы Это антагонисты Россий Но В ливийском Конфликте Являются Союзниками Видите Вот какая-то Когда вы Перечисляете Союзников То По методу Как-то Дополнения Значит На стороне Турции Значит По идее Должен быть Мы понимаем Катар Наверное Да Понимаете Правильно Катар Ну кто еще Может быть Италия Италия Которые имеют Свои интересы Но вот В связи с этим Кстати я еще добавлю То что касается Ливийской проблематики Именно Турция У Турции Очень серьезный Турция Это Признание Международным Сообществом Правительства Сараджа Поэтому В этом плане Она занимает Очень удобную Позицию В форме В торговле С Россией За интересы Не только В Ливии В том числе И в Сирии Почему Потому что Как раз То что касается Италиевской Провинции Там не только Для того Чтобы обеспечить Или создавать Некий такой Санитарный коридор Между Сирией И Турцией Там еще Есть И интересы Экономического Характера Это Сельскохозяйственная Очень удобная Такая Хорошая Провинция И есть Еще Разговоры То есть Какие-то Исследования О том Что еще Есть Залежи Серьезных Энергоносителей В этом регионе Вот Как раз Все связано С деньгами Ну и самый Последний вопрос Как В арабском И в тюркском Мире Воспринимают Перспективу Конференции Турции Турции Россия Франции Германии 5 марта То есть Ну вы знаете Что вот Опять же Противление Она подтверждена На 5 марта Или все это еще Еще переговоры Почему Потому что До сих пор Это Было заявлено 5 Но до сих пор Это под сомнением Я вижу Со своей точки зрения Находясь в Украине Что повторяется Некий Такой Будет Наподобие Нормандский Формат Только естественно В Зазеркалье Вот так Почему Потому что Я вижу Что Ардаган Будет создавать Некий Донбасс Такой Сирийский Как Идлиб Естественно Население Большинство Населения Этого региона За Ардагана Как у нас Там На Донбасс Но я говорю Какие Потому что Мы должны быть реалистами Да Поэтому в этом плане Чтобы вывести Ардаганские войска Или Ардаганские Скажем Сегмент Политический Невозможно Это уже Получим Именно синдром Скажем Нормандского формата Уже в лице Нового конфликта Потом Почему Кстати Те же Лидеры Европейского Союза Макрон И Меркель Как раз Они Будут присутствовать И вот Как Вот Переговорщики Или как Гаранти Со стороны Европейского Союза Но я понимаю Почему Они не заинтересованы Скажем Конфликта Для того Чтобы не было Большого потока Мигрантов Сомнительной Репутацией Джихадисты И террористы И так далее Им это не нужно Почему Им нужна Спокойная Европа Кормить Лишних Сирийских Беженцев Это Не по карману Сейчас И к тому же Ардуган Будет очень Выгодно Использовать Именно Европейских Партнеров Чтобы Надавить Еще на Путин И так У него Тут и головная боль Тут и виноват На Донбассе Еще он Видли Поэтому Ему будет Наверное Не сладко Ну так Я так думаю Потому что Он может От него что-то Путин Пойдет на уступки Я хочу сказать Что подводя итоги Я хочу сказать Что в общем Да Это ухудшенный Нормандский формат Потому что Во-первых Не представлена Сирия На территории Которая Это приходит И из внешних сил Не представлен Иран Который все-таки Тоже принимает Участие И тоже Наверное Наверное Если мы говорим Про столкновение Турции Россия Ну через Прокси Это Прокси Да Да То возможно Иран Третьи радующийся Как у нас говорят В этой ситуации Потому что У него свои Интересы Не связаны Ни с одной коалицией Ни с другой А с неким Продвижением Своего Шиитского Шиитского Мира Правильно Благодарю вас Благодарю вас Аурак Это был Аурак Рамдан Главный Редактор Издания Дипломатические Комментарии Спасибо Спасибо вам Очень Третья Института Международных Сейчас мы Наблюдаем Реализацию Амбициозного Плана Москвы Касательно Африки Своим Присутствием В этих Регионах Россия Вынуждает Запад Вести с ней Диалог Формировать Вместе С ней Новый Расклад Сил Новый Международный Порядок Россия Поняла Одну Очень важную Вещь Запад Как Сообщество Как Цивилизационный Проект Распадается Москва Пытается Этим Воспользоваться Изменить Расклад Сил Чтобы Стать Одним Из важнейших Элементов Концерта Держав Россия Всегда Воспринимала США Как Равноправного Партнера Поэтому Москва Пытается Использовать Других Игроков Провоцируя Их Чтобы Заставить Америку Вести с ней Диалог Российская Федерация Пытается Стать Ключевым Игроком Сотрудничая С Китаем Принимая Участие В военных Операциях На Ближнем Востоке И Африке Конец Цитаты То есть Согласно Этому Эксперту Россия Ведет Свою Агрессивную Политику Пользуя Слабостью Запада И успешно Принуждая Его К переговорам И какого-то Четкого Рецепта Для Польши У пани Агнешки Нет Цитата Польша Должна Сформировать Стратегию Действий В сложившейся Ситуации Когда Страны Запада Захотят Начать Диалог С Россией Хорошее Отношение С Западом Сохранение Единства По российскому Вопросу Дадут Варшаве Возможность Выдвигать Свои Условия Касательно Диалога С Москвой Конец Цитаты Если я правильно Понял Госпожа Эксперт Считает Что если Переговоры Запада С Москвой Неизбежны То главное Чтобы Запад Учел Польскую Позицию Второй Эксперт Главный Редактор Журнала New Eastern Europe Адам Райнхард Высказал Беспокойство Что некоторые Круги Даже не связанные С Дональдом Трампом Начинают Думать По поводу Перезагрузки Отношений С Россией Еще больше Эксперта Беспокоит Сам Дональд Трамп Цитата Если проанализировать Высказывания Президента Дональда Трампа На тему России То складывается Впечатление Что он является Большим фанатом Российской Политики И президента Владимира Путина Конец Цитаты Но самое интересное Что и этот Эксперт Никакого Рецепта Для Польши Не предложил В этом Контексте Интересно Выглядят Данные Масштабного Социологического Исследования Проведенного Американской Исследовательской Компанией Pure Research Center Среди граждан Членов 16 стран НАТО Разумеется Такое исследование Дает обильную Информацию Для размышления Но я хотел бы Обратить ваше Внимание На результаты Полученные В Польше Среди Вполне Предсказуемых Вопросов О лояльности И одобрении Деятельности НАТО Обухом по голове Бьет европейского Обывателя Вопрос Если Россия Вступит в серьезный Военный конфликт С одной из соседних Стран Союзницы НАТО То должна ли Ваша страна Использовать Военную силу Для защиты Этой страны Строго говоря В такой Немного Завуалированной Форме Проверялась Лояльность Граждан Стран Членов НАТО К применению Статьи 5 Устава НАТО О коллективной Обороне Так вот Готовность Проявить На практике Евроатлантическое Братство По оружию Проявили Только 40% Поляков А у 43% Генетическая Память Сбунтовалась Против принципа Сам погибай А товарища По НАТО Выручай Еще более Интересным Является Тот факт Что абсолютное Большинство 53% Поляков Выступают За одинаково Тесные Отношения С Соединенными Штатами И Российской Федерацией При этом 29% Ориентируется На дружбу Исключительно С Вашингтоном Но целых 12% Исключительно С Москвой Так что Судя по исследованию Pew Research Center Среднестатистический Поляк Намного Менее Воинственен И намного Более Склонен К компромиссам Нежели Это ему Приписывают Расхожие Стереотипы Ну а масло В огонь Подлил The National Interest Материалом А 23 февраля Согласитесь Есть в этом Что-то циничное Под названием Внимание Американские Танки Могут обрушить Польские мосты Когда пойдут В бой с Россией Впрочем Прежде чем Дойти до Проблемы мостов Автор Зачем-то Пугает Поляков И Прибалтов Цифровой Информацией Цитата В совокупности У стран НАТО В этом регионе Около 130 танков Причем 90 из них Это американские М1 Находящиеся Там временно На ротационной Основе У России Жи Около 760 Танков На расстоянии Возможного Удара По прибалтийским Членам НАТО Конец Цитаты Однако Видимо Чтобы успокоить Восточноевропейских Союзников Автор Объясняет Что численное Соотношение Танков Не самое важное Дело в том Что американские Натовские Танки Весят 60 тонн И более Как например Основной Боевой танк М1 Абрамс Британский Челленджер 2 Немецкий Леопард 2 И французский Леклерк В то время Как Восточноевропейская Инфраструктура Была ориентирована На более легкие Советские Танки Типа Т-72 Которые Весят 45 тонн Что же Касается Мостоукладчиков Из 250 Имеющихся На вооружении В регионе 200 Были Произведены Еще В 1970 Годы И они Никак Не успевают За современными Скоростными Танками А более Новые 50 Мостоукладчиков Оказались Очень сложными В обслуживании И эксплуатации Далее Автор Сообщает Что финансирование Проекта Создания Нового Мостоукладчика На 2021 Год Сокращено Втрое А значит Этот Мостоукладчик Начнет Поступать войска С большим Опозданием В конце Материала Автор В стиле Цитируемых Выше Польских Экспертов Дает Польше Весьма Расплывчатый Совет Цитата Сухопутным Войскам И их Союзникам Надо Найти Какой-то Способ Для переброски Своих Танков Через Польские Рейки С их Слишком Хлипкими Для такого Веса Мостами Конец Цитаты Возможно Еще до Следующей Международной Панорамы Натовские Офицеры Найдут Способ Переправлять Танки Через Польские Реки О чем Мы вам Обязательно Сообщим На этом Наша Программа Подошла К концу До встречи Через Неделю Всех Благ Дорогие Друзья Продолжение следует Продолжение следует